Благодарность по-украински. Благодарность по-украински. Благодарность по-украински. Благодарность по-украински. Международный суд ООН по морскому праву вынес вердикт о том, что Москва обязана незамедлительно передать Киеву захваченные суда. Однако российская сторона объяснила, что юрисдикция этой судебной инстанции на РФ не распространяется. Следовательно, ее решения не могут являться обязывающими. Просто в преддверии встречи в Верхах в рамках нормандского формата следовало сделать некий примирительный шаг, чтобы показать готовность российской стороны к конструктивному диалогу. В среду катера Ника Полибердянск, а также буксир Яны Капу были пришвартованы к порту Очаков. После чего украинцы, не посчитав нужным поблагодарить Россию за великодушный жест, разыграли, что называется, цирк с конями. Игорь Воронченко заявил по телевидению, что на кораблях много чего не хватает. Россияне их угробили, поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Угробить полуживые посудины было попросту невозможно, поскольку в плен они попали в состояние очень далеком от кондиции. На своей странице в соцсетях депутат Верховной Рады Олег Волошин сделал издевательский комментарий. Во всей этой истории о возврате захваченных кораблей упускают из виду тот печальный факт, что речь идет о двух маленьких катерах из Тарамбуксири, причем катерах, сделанных на заводе Порошенко, столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда. На фото видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет. Да и задачи обстреливать катера боевыми снарядами никто российским пограничникам не ставил. Они исходили из того, что останутся лишь вмятины от демонстрации. Некоторые украинские журналисты приписали Москве самые фантастические мотивы. Сергей Стельмах написал статью для Радио Свобода, СМИ, признанной иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 5 декабря 2017 года, в которой объяснил, почему было принято решение о возврате. Оказывается, россияне пытаются утопить историю с открытым нападением на украинских моряков и аннексию полуострова вообще в потоке второстепенных на фоне агрессии против Украины и других стран деталей. Переговоры по поводу освобождения заложника, возвращения кораблей, претензии к Киеву и западным партнерам, которые якобы ущемляют крымчан, истории с вымышленными украинскими диверсантами. То есть это был не жест доброй воли, а попытка отвлечь внимание от своих главных преступлений. Нынешняя власть, властная украинская элита не способна не только выдавить из себя слова благодарности, она не в состоянии испытывать такого чувства. Любой дружеский поступок России будет обязательно интерпретирован как вынужденный, либо украинская сторона дожала, либо международное сообщество. Ничего хорошего Москва по определению сделать не может, ну и отдельного внимания заслуживает главком АВМС, рассказывающий о демонтированных унитазах и пропавших плафонах. А коробок со спичками из курилки не пропал, товарищ адмирал. Андрей Бобицкий. Благодарность по-украински. Продолжение следует.